В эфире городское собрание мы продолжаем выпуск. Как правило, серьезно о своей будущей профессии подростки, а точнее их родители, начинают задумываться ближе к окончанию школы. И тогда в панике ребенку начинают подыскивать подходящий вуз или техникум. Между тем, правильный выбор ожидает лишь тех, кто заранее смог познакомиться с будущей специальностью. И для того, чтобы таких людей стало больше, в Москве проводятся Дни профориентации для молодежи. Специалисты утверждают, что каждый ребенок должен к 8 классу четко для себя понять, что он делает дальше. Продолжает обучаться в школе или переходит в колледж или техникум. Но, естественно, уже к 11-му выпускному классу девушка или юноша должны четко определиться не только с выбором профессии, но и вуза. В помощь тем ребятам, которым сложно самостоятельно принять решение, каждые полгода, осенью и в конце зимы в столице проводится Московский день профориентации. Каждый десятый житель Москвы – это ребенок, подросток, который активно узнает о жизни. И от взрослых зависит, как они и что будут узнавать, как быстро они будут адаптироваться к жизни, как будут узнавать о новых профессиях, о новых возможностях. День профориентации – мероприятие бесплатное. И оно всегда пользуется большой популярностью среди старшеклассников и их родителей. На этот раз уже седьмой по счету выставка прошла в Сокольниках, и ее посетили свыше 7 тысяч человек. Я вообще подыскиваю институт для своего будущего, поэтому я пришел сюда, естественно. Самая большая выставка на сегодняшний день. Вопрос, кем стать, оказался главным для многих ребят. Поэтому самая большая очередь выстроилась из желающих пройти специальный тест на компьютере. С его помощью можно выявить психотип личности, скрытые задатки и способности человека. Следовательно, сориентировать, где их можно применить на практике. Я закончил один из классов, сразу пошел в армию. И сейчас я пришел на день профориентации, чтобы найти себя, и поэтому я прошел этот тест. И он показал, что я склонен к спорту, к туризму, к активной жизненной позиции. Вот я хотел бы этим заниматься. Любопытно, что существует еще один научный метод, с помощью которого ребенку могут помочь разобраться в своих способностях. Ученые-графологи делают это на основе изучения почерка. Люди науки пишут свободно, размашисто. Человек, который желает, хочет, которому интересно заниматься с людьми, у него прежде всего форма превалирует. Это подробный, стандартный почерк, который мы привыкли изучать в школе. И вот здесь такой очень интересный почерк. Человек, который еще не определился, который колеблется туда-сюда, направление, стройки, а не так. Ну, уже видно, скажем так, в большей степени какая-то инженерская направленность у ребенка. Анастасия хочет связать свое будущее с политикой. Графологический тест помог ей в этом убедиться и даже посмотреть на себя со стороны. Я очень сложный человек. Не знала, что я мыслю очень глобально. Для меня это было сегодня открытием. Как выяснилась, одна из причин, которая мешает молодым людям к моменту окончания школы определиться со своим будущим, их расплывчатые представления о том, какие вообще виды деятельности существуют. У школьника любого спросить, 10-15 профессий он вам назовет. Ну, может быть, 20. У нас, допустим, в тесте 130 профессий. У нас в списке есть, допустим, кинолог. Я спрашиваю, ну, кто это? Он говорит, ну, понятно, кино делает. Кинолог, да. Есть еще логист, такая вот, на которой часто ошибаются. Это, конечно, не все, но ошибки довольно-таки типичны. Многие пришли на выставку с семьями. Кто-то из ребят собирается продолжить трудовой династию родителей, а кто-то, наоборот, найти себя совсем в другой сфере. Десятиклассник Антон Зимин, например, мечтает стать историком, в отличие от отца-инженера. Вы не хотели бы, чтобы сын пошел по вашим стопам? Ну, у него гуманитарный уклон такой, поэтому, к сожалению, по моим стопам он не может пойти. Однако не всегда спор между физиками и лириками в семье может разрешиться компромиссом. Зачастую в неправильном выборе будущей профессии оказываются виноваты родители, настаивающие, чтобы чадо хоть где-нибудь, но получило заветную корочку. Здесь вот как раз родителю желательно очень-очень серьезно разобраться в себе. Он все-таки это делает для того, чтобы сделать лучше ребенку, или все-таки он, если по-честному, по габарскому счету, делает это для того, чтобы сделать лучше себе. Может быть, поэтому топ-лист самых популярных профессий у будущих абитуриентов из года в год один и тот же. Юристы, экономисты, менеджеры. И сколько бы мы ни говорили, что вот эта профессия не востребована на рынке труда, дети все равно их выбирают. Даже не столько они, сколько их родители. Наиболее востребованы самые тяжелые, опасные и низкооплачиваемые профессии. Изначально ошибочный выбор приводит к неутешительной статистике. По самым скромным подсчетам, половина выпускников колледжа и вузов работают не по специальности. Если мы сейчас полагаем, что востребованной профессией, нужной и полезной является, ну, к примеру, профессия, допустим, аудитора, или финансиста, или консалтера, или любая другая, которая находится в топе востребованных профессий в настоящий момент, то нет никаких гарантий, что спустя 4 года, 5 или 6 лет, когда человек выучится, получит профессию, соответствующую диплом, квалификацию, эти профессии останутся в том же востребованном формате. И их не сменят другие. И в этих условиях, конечно же, выбор образовательной траектории, это не долгосрочный вклад в банк с гарантированным результатом. Это достаточно рискованное мероприятие. Чтобы выбор будущей профессии не стал лотереей, нужно следить за конъюнктурой рынка труда. Ну, а тем, кто не успел побывать на Московском Дне профориентации, можем порекомендовать воспользоваться сайтом учеба.ру. Валерия Кораблёва, Андрей Попов, Сергей Прокофьев, ТВ-Центр. Телезритель спрашивает. Мой сын заканчивает 10 класс, рвётся обеспечивать себя самостоятельно, хочет найти вечернюю подработку на стройках. Я не против, но работодатели почему-то отказывают. Это справедливо. По законодательству Российской Федерации, начиная с 14 лет, есть возможность трудиться. Однако, этот труд должен ввести не в ущерб образовательным программам, это раз, а во-вторых, не должны быть использованы труд подростка на вредных и опасных условиях труда. Поэтому работодатели, многие, не желают брать на себя дополнительные какие-то обязанности, и отказывают в этих видах работы. Но, думаю, при желании, и при помощи соответствующих городских структур, по вопросам занятости, молодёжные, студенческие отряды, этот вопрос может, и будет наверняка решен. Редактор субтитров А.Семкин